Беларусь помнит, а вот у латвийского режима ничего святого не осталось. Городская дума Риги проголосовала за снос памятника воинам-освободителям. Принятие решений не получилось таким быстрым, как они планировали, ведь среди депутатов нашлись люди, которые войну с памятниками считают недопустимой. На улицы Риги вновь вышли несогласные. Вся хронология событий у Анастасии Бенедесюк. Вот этот документ сегодня попал в распоряжение латвийских СМИ до обеда. На нем еще нет подписи мэра Риги. Согласно бумаге, Дума дает задание Рижскому агентству памятников снести тот самый освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Закрытое заседание анонсировалось на 14 часов, то есть за час до запланированного протеста Рижан. И всех, кто понимает, происходящее кощунство и недопустимо. На радужной бочке искать, что будет митинг против всего, что в этой стране непонятно происходит. Обратите внимание на парня Ливея с российским флагом. Его зовут Александр. Он задержан. И, как сообщила его мама, переведен из полицейского изолятора временного содержания в Рижскую центральную тюрьму. Спасибо всем, кто пришел вчера. В квартире проводили обыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид. Преступление против человечества. Мира и оправдание военных действий». Вы точно о человеке, который защищает тех, кто в свое время насмерть стоял за вашу Ригу? Да, он с триколором в руках. Может, это главная причина? И кажется, то, что так много и во всех странах сегодня говорят о едва ли негражданской войне в Латвии, послужило новыми ограничениями при словутой «свободе слова». Там заблокируют российские соцсети под якобы санкции, заявил глава Национального совета. По электронным СМИ попадут ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир. И латвийские депутаты, мне кажется, они в чем-то достаточно наивные люди. Потому что они думают, что если они разрушат храм, этот памятник, то уйдет вера, уйдет память, что этих людей можно будет заставить не приходить 9 мая. Забыть. Они к пустому месту будут приходить с цветами. Что до парня с флагом, в посольстве России в Риге заявили, ему окажут поддержку правовую и дипломатическую. Александр, кстати, учился в одном из российских колледжей, но гражданин Латвии. Поэтому могут быть сложности. В Госдуме предложили дать ему российский паспорт. То, что они сотворили бульдозерами, грубо убирали цветы, которые люди принесли, чтобы отдать памяти погибшим солдатам, отдавших свою жизнь за их свободу, это ничем невозможно объяснить. Символом европейской демократии, кажется, действительно стал бульдозер. Напомню, 9 мая, вопреки запретам, люди шли с цветами, зажигали лампадки в 6 утра. 10 мая их вывозили, как мусор. В итоге, каждый день и сегодня тоже к памятнику освободителям Риги нескончаемый поток несогласных. Более того, в России поддержали вот СКОВ в знак поддержки и солидарности с рижанами. А это уже Москва. Перед окнами посольства Латвии импровизированный мемориал воинам-освободителям Риги. И так сегодня было во многих городах. Нельзя сквернять, забывать, кагеркать память и историю, не только нашей страны, а историю вообще мира. Они совершают преступления. А посмотрите, что происходит в Эстонии. Это уже бронзовый солдат. Его буквально укутали в гвоздики. Так историю оберегают настоящие патриоты. Власть пока позволяет. В Латвии продолжаются преследования. Три уголовных дела 20. По административке показательную порку решили устроить на примере директора одной из школ. Министр образования просит оценить на соответствие должности решение Анны Владовой. Прийти к памятнику. Еще она и депутат, поэтому не весь Сейм за снос. Вот с таким багажом пришли в Риге к Черной Пятнице. Было, правда, и совсем дикое. Коллега Владовой предлагал создать концлагерь для пришедших. Впускать всех, а выпускать только тех, кому посольство России купит билет в Москву. Это и есть нацизм, которого как бы нет. Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций. Собственно, в 15 часов у памятника можно было ждать чего угодно, а к тому же проявлять нулевую толерантность к людям. Поручение министра внутренних дел Голубевой к спецбатальону полиции. Поддержку согласились оказать внутренние и внешние партнеры и службы. А еще, судя по этим кадрам, нацбатальон Азов отвлекся от боевых действий в Украине. В 14 часов, как и планировалось, Дума одобрила снос памятника освободителям Риги. На Ратушной площади тут же выстроилась стена из людей в форме. В автобусах притаился спецназ. Из итогов задержана депутат Европарламента от Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Она, кстати, успела рассказать, вышла, чтобы предупредить Рижан об опасности митинга с этой целью. В Ригу она приехала из Брюсселя. А будет ли за своих ратовать Брюссель? Жданок на прошлой неделе исполнилось 72. Половина лежат против того, что запланировано властями. Это логика исторической мести, будь она проклята, будь она проклята война. Это бесконечная война, которая ведется сейчас на Украине, которая сейчас разворачивается против нас здесь, против половины жителей страны. Пусть они о тарифах думают, как мы будем зимовать. Конечно, такого в Прибалтике давно не было. Но мириться горожане уже не намерены, не хотят, чтобы этот фашизм с ними ассоциировался. А по-другому это ведь и не назвать. Если даже да, и такое есть среди желающих снести, засветился Адольф Гитлер. В списке пожертвовавших деньги на снос подписываться можно было как угодно. Оказалось, много якобы достойных. И, кстати, хороший вопрос сегодня на площади в Риге прозвучал. А что, если попросят снести мосты, возведенные в советские годы? Что делать будете? Или если сжигать, то все и вся? Анастасия Бенедесюк, агентство Теленовостей. Анастасия Бенедеси